Мечта Ганди о единой Индии разбилась в дребезги. Жемчужину британской короны предстояло распилить на две части. Лорд Маунтбеттен предложил свой план, простой и логичный. Провинции, где преобладало мусульманское население, должны были отойти к Пакистану, регионы, заселенные индусами, к Индии. Эта схема оказалась простой только на бумаге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На защиту дела свободы... ...сознания необходимо... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председателем комиссии по границам был назначен английский юрист Сирил Редклифф. Ранее бывать в Индии ему не приходилось, и специфику ее регионов он не знал. Для работы комиссии было отведено чуть более месяца. Сложнейшие решения принимались за считанные минуты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стихийные акции протеста положили начало погромам. Эпидемия насилия распространялась стремительно. События Калькутты повторились, теперь уже в масштабе всей Индии. Однако ни Ганди, ни Джина не смогли остановить своих соратников. Британские войска предпочли не вмешиваться. Знаменитый историк Арнольд Тойнби впоследствии написал, владеть империей гораздо проще, чем достойно от нее избавиться. Жертвами беспорядков стали от 200 тысяч до 2 миллионов жителей Индии. 15 миллионов индусов и мусульман покинули родные места. Они спешили перебраться в свою страну, пусть себе и с пустыми руками. День независимости Индии – 15 августа. В Пакистане этот праздник отмечают днем раньше. На самом деле независимость была провозглашена с разбежкой всего в полчаса. Поэтому лорд Маунбеттен смог успеть на обе церемонии, дабы не обидеть своим отсутствием ни одно из новопровозглашенных государств. Пост премьер-министра Индийского Союза занял председатель Национального конгресса Джавахарлал Неру. Главой Пакистана стал его бывший соратник Мохаммед Али Джина. С точки зрения географии, Пакистан был одним из самых странных государств мира. Страна состояла из двух частей – западной и восточной. Расстояние между ними – более полутора тысяч километров. Единственный сухопутный путь шел по территории Индии. Западная часть объединила четыре провинции – Пинджаб, Афганию, Синдии и Белуджистан. Для того, чтобы образовать из их названий слово «Пакистан», не хватало одной буквы «К». Княжество Кашмир не вошло в состав Пакистана. Не стало оно и частью Индии. Помимо провинций, Британская Индия включала почти 600 вассальных княжеств. Во время раздела правители княжеств получили право самим выбирать, к какому из двух государств присоединиться. В спорных случаях следовало спросить мнение народа. Махараджа Кашмира Хари Сингх был индусом. Более 80% его подданных – мусульмане. Мнения о будущем княжества разделились. Индия начала переговоры с Сингхом. Руководство Пакистана приняло решение присоединить Кашмир к силой. Политика Британии здесь долгое время была направлена на сдерживание этого конфликта. Но, тем не менее, британцы тоже чувствуют, что они оставят когда-то Индию, но чтобы не потерять при этом своего влияния. Они пытались данный конфликт заморозить, но держать под контролем. И в случае каких-либо осложнений они могли его использовать в собственных интересах. На ведущих постах в армиях обоих государств по-прежнему находились англичане. У лорда Маунтбеттена оставались мощные рычаги влияния. Вице-король намекнул Джине, «Если вы начнете войну в Кашмире, наши офицеры тут же соберут чемоданы». Джина решил задействовать для вторжения в Кашмир не регулярные войска Пакистана, а кочевые племена пуштунов. Из добровольцев был наспех сформирован экспедиционный корпус численностью около пяти тысяч человек. 22 октября 1947 года он вступил на территорию Кашмира. Преодолеть сопротивление небольшой армии Сингха для пуштунов не составило особого труда. Тем более, что многие ее солдаты охотно переходили на сторону своих единоверцев. На захваченных территориях было провозглашено независимое государство Азад-Кашмир. Свободный Кашмир. Наступление продолжалось. Махараджа Кашмира обратился за помощью к Индии. Отряды пуштунов стремительно приближались к столице княжества – Шрейнагару. Времени на раздумья у Махараджа оставалось немного. 27 октября соглашение было подписано. Индия начала переброску своих войск в Кашмир. 25 ноября войска Азад-Кашмир захватили Мирпур. Жертвами резни стали около 20 тысяч индусов и сикхов. Наступательные операции армии Индии успеха не имели. Противник легко отбивал все атаки. Характер местности, в которой происходили боевые действия, накладывал отпечаток на их ход. Ведь Кашмир – это горы, точнее Гималайи. Представляете, каково воевать в таких условиях? К концу 1947 года линия фронта стабилизировалась. Почти вся Кашмирская долина контролировалась Индией. 1 ноября следующего, 1948 года, Индия начала широкомасштабное наступление. Бои шли среди снежных вершин Гималаев. Для захвата стратегически важного ущелья Соджила индийцы задействовали легкие танки. Бронетехника применялась на высоте в 3,5 тысячи метров над уровнем моря, причем в зимний период. Это была крайне рискованная операция, не имевшая аналогов в мировой практике. Однако и результат оказался весьма убедительным. Ущелье защищали местные бойцы-мусульмане, весьма бравые и воинственные. Однако, когда среди снежных вершин показались танки, психологический эффект был потрясающим. К тому же и средств противотанковой обороны у ополченцев не было. Ноябрьская операция «Войск Индии» прошла успешно. Однако линия фронта изменилась несущественно. Северная часть Кашмира по-прежнему оставалась под контролем Пакистана. Обе стороны пришли к выводу, что эта война постепенно вытянет все соки и все равно не приведет к победе. Джавахар Лалнеру обратился в ООН с просьбой о вмешательстве в конфликт. Начались переговоры. Их единственным результатом стало соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 31 декабря. Кашмирский вопрос отложили на потом. Достичь консенсуса все равно не представлялось возможным. Регион был разделен между двумя государствами. Пакистану достались примерно две пятые княжества, по преимуществу горные районы, где находятся пять из четырнадцати восьмитысячных высот земного шара. Остальная часть спорной территории вскоре стала индийским штатом, Джамму и Кашмир. Линия прекращения огня де-факто стала государственной границей. Международное сообщество де-факто ее признало. На индийских картах территория Азад-Кашмир и северных областей княжества обозначалась как незаконно оккупированная часть Индии. Пакистанские географы считали штат Джамму и Кашмир неотъемлемой частью своей страны. Это историческое фото было сделано еще в 1944 году, незадолго до раздела Британской Индии. Махат Маганди и Мухаммед Али Джина выглядят здесь давними приятелями. В тот день они встретились в последний раз. Оба старых соратника, ставшие врагами, не дожили до конца войны. Ганди был застрелен 30 января 1948 года во время его обычной вечерней прогулки по Дели. Убийцей вождя стал соплеменник. Джина умер 11 сентября того же года от туберкулеза. В Пакистане воздвигли грандиозный мавзолей в честь отца-основателя страны. Однако идеи политика о построении демократического государства вскоре были забыты. Пакистан ждали десятилетия политических междоусобиц, военной диктатуры и новых войн с Индией. Субтитры создавал DimaTorzok